Иллюзионные шоу с таким необычным названием накануне представили Железногорскому зрителю известные на всю страну братья Сафроновы. Наша съемочная группа не только побывала за гранью реальности, но и на себя ощутила, каково это быть по ту сторону волшебства. Братья Сафроновы творят чудеса. В их руках салфетки превращаются в цветы, купюры из мелких в крупные, а молоко в соль. Шоу в жанре иллюзий в Железногорске впервые. Зрители внимательно наблюдают и стараются не упустить ни одной возможности разгадать тайну хоть одного фокуса. Но все тщетно. На глазах изумленных горожан Андрей Сафронов ловко превращает купюру номиналом в тысячу рублей в десятирублевую купюру. И наоборот. Продолжение следует... Оригинальная постановка шоу не имеет аналогов России. В нем задействовано более 20 человек и около 8 тонн реквизита, над изготовлением которого трудятся как в России, так и за рубежом. Трюки выполняются по четко отработанной схеме. В этом мы смогли убедиться сами. Здравствуйте, как вас зовут? Татьяна. Татьяна, с кем вы думаете? С коллегой. И три шкафа. Та-дам. Пауза так круто. Ну, небольшая. Ну, давай, не будем сейчас теканта раскрывать, просто скажи, где он сидит. Вот, хорошо. Привет. Здравствуйте, коробочки. Фонарик по нашей команде. Все, удачи. Критаж, все готово. Начинаем. Внимательно слушайте нашей команды. Скептики по натуре. В чудеса братья все-таки верят. И получают от выхода на сцену огромное удовольствие. Да, секрет на самом деле, мне кажется, просто в обычных человеческих каких-то добрых вещах, потому что я в конце это говорю, но это же на самом деле так оно и есть. Когда ты видишь, как зритель меняется даже на протяжении всей программы, из заядлого скептика он превращается в ребенка, который уже начинает во все это верить, который начинает, когда вот мужчины, взрослые, вроде бы, казалось вот скептики, да, и сидеть, ну, рядом с этой девушкой тут такие ребята показывают, ему как внешне, он говорит, да, это он сейчас знает, и он, и вот это, я сейчас уже знаю, все это умеет, но потом внеожиданно превращается в позитив, в добро, когда ты растапливаешь сердце каждого зрителя, мне кажется, нет ничего волшебнее, чем просто элементарное добро и чудо. Это сейчас очень важно, это сейчас редко, это сейчас уникально, и это очень нужно людям. Что же касается популярного проекта «Битва экстрасенсов», то поклонники, ликуйте. По словам Сергея Сафронова, съемки 15-го сезона начнутся уже в мае. Потому что на самом деле мы ищем экстрасенсов, потому что те, кто приходят, это мы уже понимаем, что это люди пришли за рекламу, за пиаром, это люди, которые поэтому мы вынуждены искать экстрасенсов. Мы ездим по городам, наши редакторы и продюсеры ездят по городам, и мы ищем экстрасенсов. Потому что сейчас экстрасенс, ну, человек, который обладает способностями, как-то этот дар ценит, он не захочет светиться, он будет максимально прятаться и свой дар не растрячивать на разные вот такие пафосные вещи пиарские. Поэтому мы их ищем. Есть. Очень редко. Мы можем сказать, что экстрасенсы действительно существуют. Другое дело, что я вот категорически советую всем не обращаться к экстрасенсам, что бы у вас ни произошло. Потому что это люди такие же, как и мы, несмотря на то, что они чем-то обладают. Они также ошибаются, они не компьютеры далеко, и процент ошибок очень велик, причем даже у самых сильных экстрасенсов. С чудесариумом братья Сафроновы объездили более 20 городов России и Украины. В планах съемки новогодней программы собственного фильма и создания нового грандиозного шоу, с которым, кстати, Сергей, Илья и Андрей планируют приехать в Железногорск. Какой будет завтра погода, узнаем через несколько минут.